Сегодня мы рассмотрим такие темы, как реостат, делитель напряжения и потенциометр. На первой картинке мы видим условное обозначение реостата на электрической схеме, а также пример включения реостата в электрическую цепь. А теперь рассмотрим, что же представляет собой реостат. Реостат представляет собой резистор, значение которого может плавно изменяться. Обычно это керамический корпус, на который намотан проводник, и по этой обмотке скользит контакт, как на рисунке 7-8А. К1 и К2 – начало и конец проводника, а П – это скользящий контакт. Если все три вывода реостата присоединены к различным точкам электрической цепи, то говорят, что реостат используется в качестве потенциометра. Рисунок 7-8В. Если скользящий контакт соединен с одним из выводов реостата, рисунок 7-8В, то реостат представляет собой переменное сопротивление. Реостаты используются в тех цепях, где необходимо плавное изменение сопротивления от нуля до какой-нибудь определенной величины. Основные параметры любого реостата – это максимальное сопротивление R-max и максимальная мощность рассеивания P-max. Обычно эти значения нанесены на корпус реостата. А теперь рассмотрим, что же такое делитель напряжения. В радиоэлектронике делитель напряжения применяется очень часто. Благодаря ему можно получить от основного питания любую величину напряжения для питания элементов радиоустройств. Делитель напряжения – это два последовательно соединенных сопротивления, при подборе которых из точки их соединения снимает выходное напряжение как часть входного. Основная зависимость в делителе напряжения следующая. У выхода, деленное на У входа, равно R2, деленное на R1 плюс R2. Отсюда получаем, у выхода, равно у входа умножить на R2 и поделить на R1 плюс R2. Нужно отметить, что у выхода зависит не от значений величин R1 и R2, а зависит только от их отношения. Если на рисунке вместо 8 кОм и 2 кОм будет 16 кОм и 4 кОм или 24 кОм и 6 кОм, то выходное напряжение не изменится. Но ток, проходящий через резисторы с большими номиналами, уменьшится, а значит и на выходе делителя тоже ток станет меньше. Поэтому при использовании делителя для питания элементов устройств нужно подобрать сопротивление так, чтобы выходной ток был не меньше потребляемого тока элемента. Рассмотрим, как получается у выхода, равное 4 вольта, на выходе делителя. Сначала находим общее сопротивление. R общее равно R1 плюс R2 равно 8 кОм плюс 2 кОм и равно 10 кОм. Потом находим общий ток делителя. И D равно у входа, деленное на R общее и равно 20 вольт делим на 10 кОм и получаем 2 мА. В заключение находим у выхода, которое равно у R2 и равно ток делителя умножить на R2 и равно 2 мА умножить на 2 кОм и получается 4 вольта. А теперь рассмотрим, что же такое потенциометр. Потенциометр это переменный резистор со скользящим контактом, имеющий 3 вывода. На рисунке 710 показыван графитовый потенциометр. При вращении оси скользящий контакт двигается по изоляционной шайбе, покрытой слоем графита. Подобную конструкцию имеют проволочные потенциометры. Только в них на изоляционную шайбу намотана проволока с большим сопротивлением, то есть воскоомный провод. Из рисунка 711 видно, что в сущности потенциометр является делителем напряжения, у которого соотношение между R1 и R2 может плавно изменяться. В результате вращением оси можно плавно изменять выходное напряжение от 0 до U входа. Различают линейные и логарифмические потенциометры. В линейных потенциометрах сопротивление различных участков графитового слоя одно и то же, а в логарифмических потенциометрах различное, что мы видим на рисунке 712. Основные параметры любого потенциометра это максимальное сопротивление R максимум и максимальная мощность рассеивания P максимум. Проволочные потенциометры в принципе предназначены для больших токов и их значения редко превышают 50 кОм. Графитовые потенциометры предназначены преимущественно для малых токов и их значения могут достигать до 5 мегаом. Запомните, Реостат это переменный резистор с двумя выводами, сопротивление которого можно изменять плавно. Потенциометр это переменный резистор с тремя выводами. Средний вывод связан со скользящим контактом, поэтому потенциометр представляет собой переменный делитель напряжения. Редактор субтитров А.Семкин